ДТП Продолжая дорожную тему, в Красноярске на ремонт закрыли улицу Аэровокзальную. Речь идет об участке между домами 8А и 10 в районе автовокзала. Как сообщили в СГК, в этом месте пороложат новые трубы. Через них отопление и горячая вода пойдет жителям советского района. Ремонт продлится 11 дней. Возобновить движение на Аэровокзальной планируют вечером 29 июля. Фонтан кипятка забил из-под земли в Красноярске. Коммунальное ЧП произошло на улице Урванцево после отключения в этом районе горячей воды. Всему виной гидравлические испытания. Труба не выдержала высокого давления и вода начала выходить наружу. Асфальт не размыло, однако на перекрестке с улицы 9 мая были большие лужи. Сейчас течь устранена. В СГК просят красноярцев на оборывах сообщать в службу 205. Отмечу, что трубопровод в этом месте ранее уже был включен в программу капитального ремонта. Красноярцы все чаще жалуются на мошенничество в интернет-аптеках. Так, на одном из сайтов мужчина заказал лекарство для лечения суставов за 13 тысяч рублей. Когда товар не пришел, покупатель пытался связаться с продавцом, но тот перестал выходить на связь. Мужчина обратился в полицию. Выяснилось, что сайт липовый, поэтому и цены там ниже рыночных. В итоге ресурс полицейский заблокировали, возбудили уголовное дело. Нужно соблюдать какие-то элементарные правила безопасности. Как минимум, ознакомиться с отзывами о конкретном интернет-магазине, но не на самом сайте, потому как это могут быть ложные отзывы, а на сторонних ресурсах. Их сейчас много, где пользователи обмениваются мнением о том или ином магазине. И, конечно же, ни один интернет-магазин добросовестный не предлагает перевести денежные средства на киви-кошельки или на номера телефонов. Остались без бонусов. Водители Яндекс.Такси жалуются на невыплаченные надбавки. К нам в редакцию обратились двое автомобилистов. По их словам, им пообещали надбавку за выполнение 95 заказов. Как рассказывают водители, они все сделали, однако денег так и не увидели. Агрегатор пояснил, бонусы мужчины не получили из-за того, что якобы часть поездок они выполнили без пассажиров. При этом никаких документов, подтверждающих это, Яндекс не предоставил. Нельзя позвонить в службу поддержки и поговорить с живым человеком. То есть, отписывает бот какой-то. Выполняешь 95 заказов эти, ездишь. Они стоят копейки. То есть, чтобы мотивировать водителей, они обещают бонус в конце. Но ты его не видишь. Что ответили нашему корреспонденту, когда он попытался выяснить, по каким алгоритмам проходит эта проверка, а также на что еще жалуются водители Яндекс.Такси. Смотрите в наших вечерних выпусках новостей 18.00 и 19.30. Не показалось, что они чего-то говорят обо мне. Вот так просто эта 60-летняя женщина объясняет причины кровавой расправы над красноярским бизнесменом. Трагедия произошла среди белого дня в Вачинске. История началась с того, что в прошлом году она перестала платить банку за квартиру, и жилье выставили на торги. Ее выкупил владелец риэлторского агентства. Под оботе душевной он позволил пенсионерке пока пожить там. На очередной встрече она хотела попросить остаться в старом жилище еще. Но что-то пошло не так, и это похоже на криминальный триллер. В результате личных неприятельных отношений, вызванных нежеланием съезжать с квартиры, достала из дамской сумочки приготовленный заранее кухонный нож. И нанесла им находившемуся на переднем пассажирском сидении указанного автомобиля мужчине не менее двух ударов по область грудной клетки и область шеи слева. Резня происходила рядом с больницей. Однако 34-летний молодой человек помощи не дождался. Он скончался на месте. Судя по кровавым следам, он умер от потери крови. При этом вооруженная женщина не давала оказать помощь пострадавшему, наворачивая круги с ножом в руках за водителем, которому, к счастью, не досталось. Хладнокровие, с которым подозреваемая рассказывает о том, что было после, ужасает. Что стало причиной кровавого убийства, сейчас выясняют следователи. Соседи в ужасе. У женщины есть муж, сын, две внучки. Они рассказывают, что с виду финансовых проблем в семье не было. Ездили на недешевых машинах. Что и говорить, ей доверяли настолько, что даже детей своих оставляли. Я была в шоке. Вчера я так сильно плакала из-за этой ситуации. Потому что женщину я могу охарактеризовать только с хорошей стороны. Она очень эмпатичная, очень переживающая. Она сидела с моими детьми. Она мне всегда помогала. И когда-то такое было, просто для меня это было, как, не знаю, снег на голову. Я не ожидала такого всплеска от нее. Потому что она очень ровная, очень спокойная женщина. И такого вообще никогда не было. Ну, с ее стороны замечено. И тут такая ситуация происходит. Что бы ни стало причиной, сейчас женщину поместили под стражу. Ее обвиняют по статье «Убийство». А ближайшие 15 лет она может провести за решеткой. Денис Козлов при поддержке телеканала ОСА. На экс-директора скандальной управляющей компании «Городская» завели еще одно уголовное дело. Речь идет о Даниле Белоусове. Его подозревают в присвоении и растрате. Как рассказали в прокуратуре, еще три года назад администрация Кировского района заключила с ним договор. Организация должна была переводить деньги за наем социального жилья, а в итоге их тратили на нужды управляющей компании. В итоге больше 100 тысяч рублей чиновники так и не увидели. Возбуждено уголовное дело. Напомним, «Седьмой канал» не раз рассказывал и показывал, в каких условиях приходится жить людям, дома которых находятся под управлением компании «Белоусова». У него их сразу семь. Также жильцы жаловались на то, что не могут перейти в другую управляющую компанию из-за того, что их подписи подделываются. Владельцам экзотических животных придется распрощаться с питомцами. В России введут штрафы за содержание дома ядовитых и крупных хищников. Под запрет попали кобры, крокодилы, черепахи и скорпионы. Всего в списке десятки животных. У владельцев питомцев есть время до конца года, чтобы добровольно передать их в зоопарки или реабилитационные центры. Если этого не сделать, то можно рваться на штраф до 150 тысяч рублей. Отмечу, что инициативу о запрете на содержание в квартире или на даче опасных животных рассматривали еще три года назад. Теперь же ее примут на законодательном уровне. На Красноярском море заметили бесстрашных бурсуков. Видео встречи с хищниками опубликовала Любовь Катеринюк. Зверьки показались на гравийной дороге. Женщина вышла из машины, чтобы их сфотографировать, но те оказались совсем неприветливыми. Они стали нападать и пытались прогнать людей. Скорее всего, тем самым охраняя свою территорию. Вот как это было. Смотрите, кто вы такие? Выходите, дети, они сюда подходят. Вы кто такие? Полосатые. Вы, Андрей, не агрессивные. Отмечу, что красноярцы часто сообщают о встречах с бурундуками, белками и лисами. На столбах живет почти ручной соболек Кеша. А сусликов на острове Татышев кормит весь город. Но о барсуках, которые выходят к людям, услышишь не часто. Директор уволен, а сотрудники оштрафованы. Все это последствия визита нашей съемочной группы в супермаркет «Пятерочка» на Копылова. Напомню, покупатели жаловались, что в этом магазине торгуют просрочкой. Так, например, на прилавках лежали пирожные с плесенью и курица с истекшим сроком годности. При этом испортившийся товар люди не раз относили продавцу, но через некоторое время он снова оказывался на прилавках. По нашей информации, после визита съемочной группы пирожные, к качеству которых были вопросы, перестали продавать совсем. Директора торговой точки уволили, а всех продавцов лишили премии. В пресс-службе «Пятерочки» от комментариев отказались. Масштабного отключения холодной воды не будет. Об этом рассказали в Краском. Ремонтные работы сократят. Из-за этого под отключение попадут жители не всех домов. В оставшихся график скорректировали. Так, с 11 часов вечера 22 июля и до 23.00 следующего дня холодной воды не будет в частном секторе Покровки на улицах Шахтеров, Дудинская и Спондаряна. А с вечера 29 июля на двое суток без воды останутся жители Октябрьского района и части железнодорожного. В Центральном под отключение попадает поселок Свэм, улицы 2-я Брянская, Брянская, частично Подзолково и Караульное. С полным списком адресов можно ознакомиться на нашем сайте trk7.ru.